В Петропавловске школьник изобрел биоиндикатор, способный определять качество продуктов. Заняться такого рода исследованием 17-летний учащийся решил после того, как его бабушка отравилась, употребив испорченную пищу. По словам юного изобретателя, в Казахстане пока нет аналогов инновационной разработки, над которой он работал полгода. Каковы возможности полезного в быту устройства и как им пользоваться, узнала Рамина Мирзалимова. Наби Гали учится в 11-м классе Назарбаев интеллектуальной школы. Говорит, что сейчас в Казахстане сложно определить свежесть продуктов на прилавках магазинов, что нередко приводит к неприятным последствиям. Юноша вспоминает, как однажды его бабушка выпила прокисшее молоко и оказалась на больничной койке. Этот случай заставил Наби всерьез задуматься о создании биоиндикатора. С его помощью можно определить качество и срок годности молока, мяса и других продуктов. Школьник уверен, что проект будет весьма полезным для потребителей. Я думаю, что этот проект эффективен как для взрослых, так и для детей. Потому что в основном срок годности продуктов питания на упаковках пишется очень маленьким шрифтом. И взрослым зачастую сложно увидеть эти цифры. С помощью этого индикатора мы можем быстро понять, испорчено молоко или нет. На разработку ушло почти полгода, признается юный интеллектуал. Больше всего времени ушло на поиск необходимого пигмента. После многочисленных опытов и исследований изобретатель и его научный руководитель увидели первые положительные результаты. Буквально за пять минут с помощью инновационной разработки можно узнать, годен ли товар для употребления. К примеру, если индикатор не изменил цвет, значит товар абсолютно безопасен. А если покрылся синим цветом, то продукт испорчен. Для того, чтобы сделать такой индикатор, необходим пигмент антоциан. То есть для создания этого биоиндикатора нужны овощи, где есть антоциан. Затем нужно выделить этот пигмент из овощей и получится индикатор. Вся операция занимает около 20-30 минут. Наставником Наби во время научной работы стал учитель биологии. По его словам, в Казахстане это первое подобное изобретение. Наби сказал мне, что хочет заняться научной работой, и я предложил ему эту идею. Посоветовал поискать всю необходимую информацию в интернете по этой теме. Объяснил принцип работы, добавив, что эта разработка должна иметь практическую пользу. По словам юного изобретателя, для того, чтобы сделать биоиндикатор пригодным для использования, необходимо его как следует упаковать. Сама жидкость не вредна для организма человека. Теперь Наби планирует модернизировать свой индикатор, запатентовать его, а после предложить молочным заводам взять эту технологию на вооружение.